Привет, ребят! Когда на канале набралось 20 тысяч подписчиков, я неожиданно для себя решил сделать довольно необычное видео и немного в нём рассказать о себе. Это видео также неожиданно собрало 400 комментариев, в которых люди буквально завалили меня тёплыми словами поддержки и поздравлениями, что аж мне стало неловко. Я не ожидал настолько бурной реакции. Также я спрашивал в том видео, понравилась ли вам идея делать что-то неформатное на этом канале помимо музыки. И почти все, кто высказались, поддержали эту идею. Так что теперь я попробую на каждую круглую дату делать какие-то разговорные видео. И в этот раз это ответы на вопросы, которые вы задавали в видеоанонсе. С чего началось моё влечение фантастическими произведениями, играми и музыкой? Так выжило, что с музыкой я с самого начала знакомился через компьютерные игры. Может, это и не очень логично, но эти две вещи в моём восприятии давно уже неразрывно связаны. В 12 лет я впервые заинтересовался рок-музыкой после Radio X в GTA San Andreas, где были такие исполнители, как Guns N' Roses, Alison Chains и Rachel James' The Machine. Затем была Need for Speed Underground с богоподобным треком Static X The Only. А переломным моментом для меня стал Need for Speed Most Wanted с группами Bullet For My Valentine, Energy Sevenfold и Disturbid. Мой первый инструмент, на котором я научился играть. Я думаю, это логично, что интересуясь такой музыкой, моим первым инструментом стала гитара, которую я выпросил у своих родителей, когда мне было 14 лет. Исходя из этой цифры, я могу сразу ответить ещё на два вопроса. Сколько лет я играю и как давно начал? Вся эта канитель с музыкой и инструментами началась 12 лет назад. Вот сколько времени понадобилось, чтобы собрать всю, так сказать, коллекцию. А посчитать её стоимость из-за такого большого срока уже невозможно. Хочу ли я всё же получить музыкальное образование? Может, это и не очень умно с моей стороны? Но нет, вообще не хочу. Сразу после появления гитары я пошёл в музыкальную школу вместе со своим одноклассником. Женя, привет. Ладно, не будет Женя, ты смотри на телевизор. Учились мы на классических гитарах, и я сдался через 4 месяца, а мой друг продержался целый год. Представьте себе, вы подросток, который хочет играть металл, а вам пихают какое-то лнылое говно. Но я бросил чисто музыкалку, а не занятия музыкой вообще. И продолжил самообучение при помощи интернета. С тех пор я до сих пор не умею читать ноты, а оперирую музыкой при помощи вот таких вот цветных прямоугольничков. Но из-за специфики своей работы я постоянно впитываю какие-то обрывочные фрагменты из музыкальной теории. С чего начать изучать Вистел с нуля? Помимо гайдов в интернете и на ютубе, я бы мог порекомендовать вот эту книгу за авторством Грей Ларс. Она реально крутая, уверяю, больше вам никто не нужен. Ссылка на эту книгу будет в описании. Как я пришел к своему творчеству? Человек, после которого мне захотелось тоже ворваться на ютуб и сделать что-то свое, это Линдс Стирлинг. С ее творчеством я познакомился в 2011 году, и во мне, как видите, настолько сильно заел формат типа кинематографичных видео на природе, что я следую ему до сих пор, даже спустя 8 лет. А чувак, который натолкнул меня на то, что можно выезжать на вау-эффекте из-за игры сразу на нескольких инструментах, это Squid Physics. Он прославился в основном своими каверами на музыку из GTA. У меня на тот момент уже были гитары, клавиши, вислы. Тогда я приобрел себе первую перкуссию, африканский барабан джемби, и понеслась. Красивыми видами я косил под Линдс Стирлинг, а большим количеством инструментов в кадре под Squid Physics. Папа свернул мне на работе из металлического прута треугольник, и шейкером была баночка от таблеток с солью. Есть ли кумир или пример для подражания среди композиторов и музыкантов? В 2009 году я познакомился с творчеством потрясающего человека, композитора «Бесконечного лета» Сергеем Ейбогом, после того, как поиграл в демку этого самого «Бесконечного лета». Я пытался подражать его стилю и писать собственную музыку точно так же. А потом, через пару лет, в 2011 году, команда «Разработки бесконечного лета» искала еще композиторов себе в команду, так как текущих рук не хватало. И я, заряженный юношеским максимализмом, обратился к ним со своими набросками. Они им понравились, меня даже приняли в общий чат, но, к сожалению, дальше набросков не зашло, потому что моего уровня оказалось недостаточно. Как я пришел к тому жанру, в котором работаю? В 2014 году вышло «Бесконечное лето», и у меня появилось дикое, непреодолимое желание сыграть один трек оттуда. Но для этого мне нужна была флейта. А я тогда играл только на гитаре, и еще мог разучить что-то очень примитивное на клавишах. На тот момент у меня уже был YouTube-канал, и на нем была исключительно рок-музыка. Прошел целый год, прежде чем я навел справки и разобрался, что же мне нужно, нашел на это деньги, и вот у меня появился первый лоу-вистл. Я был так заряжен, что мне хватило всего 12 дней, чтобы денно и ночь надротить эту мелодию, не умея при этом играть на инструменте, записать ее и сделать видео. То видео посмотрело за неделю больше человек, чем все мои видео за полтора года до этого. И тут у меня что-то щелкнуло. И вдруг я понял, что вот он, мой формат. Я вспомнил все те саундтреки, которые заслушивал до дыр когда-то давно, и осознал, что теперь у меня есть инструмент, на котором я могу их сыграть. Сам ли я все делаю, и улучшились ли мои навыки сведения за последнее время? На всем пути мне приходилось учиться сводить музыку своими силами, путем проб и ошибок. Примерно до 2016 года происходил мой рост как звукорежиссера, а после этого момента я переключился на видео составляющую, и теперь развиваюсь в основном именно в этом направлении. Видимо, мне интересуется мнением о будущем сериале про Ведьмака, как у человека, канал которого этим Ведьмаком обмазан чуть более, чем полностью. Мне, как и всем, не понравился каст сериала, а также не понравился трейлер. В частности, его общая атмосфера, музыка и графика. Монстр, вылезающий из воды в самом конце, просто ужасен. Но поживем-увидим, нельзя же по фоткам и трейлеру складывать свое впечатление. Кстати, так много Ведьмака на канале, потому что он в свое время сыграл огромную роль в формировании моего музыкального вкуса и восприятию музыки. После него я начал интересоваться также и средневековой музыкой. Специально для Ведьмака был приобретен такой волшебный инструмент, как ирландские бузуки. А следом за ним скрипка. Буду ли я учиться играть на смычковых инструментах? Скрипка – это тот инструмент, на котором у меня вообще не получается играть. Дело в том, что скрипка – это не просто инструмент, это лайфстайл. На ней нужно не играть, ею нужно жить. В общем, я ее использовал всего несколько раз чисто эпизодически, и то держа ее в ногах, как виолончель. Зато она помогла мне понять, что с мячком можно играть почему угодно. На каком инструменте было сложнее научиться играть, и на каком легче всего? Скрипка и труба – это два самых сложных инструмента из тех, что я пробовал. А тинвистл и гитара, если ее воспринимать как аккомпанемент на уровне игры только аккордами, это самые простые. Люди интересуются, могу ли я быть композитором, а не только играть чужую музыку. Могу. Полтора года назад Сергей Ейбок, запомнив меня по камерам на «Бесконечное лето», пригласил меня принять участие в написании саундтрека игры Pathfinder Kingmaker. Вы бы знали, как это приятно, когда тебя твой кумир зовет вместе с ним над чем-то работать. В общем, я сделал тогда шесть треков для таверн и улиц. На один из них я делал видео, оно есть на канале. А в этом году меня позвали делать саундтрек уже для второй части этой игры. Стоит ли от меня ждать оригинальных композиций? А теперь для самых внимательных. У меня есть плейлист, в котором собраны все композиции, которые написал я сам. И этот плейлист прикреплен на главной странице моего канала Ютуба. Как скоро ждать полноформатный альбом оригинальной авторской музыки? Увы, я не думаю, что буду делать что-то такое. Потому что меня уже никто не будет воспринимать, как музыканта, который делает оригинальный контент. На мне клеймо каверщика. Даже у моих подписчиков каждый десятый вопрос был это «А когда будет своя музыка?» При том, что она уже давно есть и даже прикреплена в самом видном месте. Но они ее в упор не замечали. Где я снимаю? Я живу в Севастополе. Снимаю в основном в его окрестностях. Иногда получается выбраться чуть подальше. И тогда подключаются Инкерман, Балаклава, села у подножия Айкеты и Бахчисарань. Не мешают ли комары снимать мне видео на природе? В Крыму мало пресных водоемов. И к тому же такие особенности климата, что у комаров у нас по сравнению с материковой частью России действительно немного. Но это все равно бывает проблемой. Потому что у меня аллергическая реакция на комариные укусы. И иногда после укусов раздувает воспаление на полконечности. После чего помогают только уколы с антибиотиками. Так что я боюсь комаров и пользуюсь специальными пшикалками от них. На что я снимаю и во сколько мне это обходится? Техника для съемки по современным меркам у меня довольно-таки скромная. Особенно учитывая тот факт, что сейчас весь YouTube переходит на очень дорогую технику. И ютуберы начали снимать реально дорогостоящие видео с заявкой на кинематографичность. Это Canon M50, на который накручен спидбустер Viltrex. А также объектив Canon 1.8 50 мм или Helios 44.2. Все это удерживает электронный стадикам G-U Crane Plus. Мне этот комплект с рядом дополнительных аксессуаров обошелся примерно в 100 тысяч рублей. Но при желании можно собрать комплект гораздо более бюджетный, сэкономив на некоторых комплектующих и уложиться примерно в 40-50 тысяч рублей. В чем я записываю музыку? Для записи музыки я использую Steinberg Cubase 5. Но это уже устаревшая программа и новичкам я ее не советую. Я же ей пользуюсь просто потому, что очень к ней привык и мне в ней удобно. А теперь поговорим, почему я не даю концертов. Ребят, я веду достаточно замкнутый и довольно нелюдимый образ жизни. Поэтому любой концерт для меня это стресс. И я говорю даже не про выступления на концерте, а даже про то, чтобы просто сходить на концерт как зритель. Даже когда мы снимаем видео на природе, мы стараемся найти такое место, куда не сможет изобрести ни один случайный человек. Если в моем поле зрения есть посторонний, пускай он даже очень далеко, я буду ужасно напряжен, из чего выльется дурацкое выражение лица и очень много лаж во время игры на инструменте. В общем, я исключительно диванный музыкант. И моя сцена – интернет. С кем из музыкантов я тусую? И будут ли коллабы с Леди Чугун, Алиной Рыжихвост и Леничем Икири? Так вышло, что в моей жизни почти полностью отсутствуют музыканты и общение с ними. Кто такие Ленич и Кири, я узнал только загуглив после этого вопроса. С Леди Чугун у нас разный формат. Она топит за более серьезную музыку, чем я. Даже вон все старые каверы повдалялась с канала. С Алиной Рыжихвост я говорил насчет совместочки опенинга Шамон Кинга. Но мне показалось, что у нее на это энтузиазма не особо много. К тому же у нее в последнее время выходят работы очень редко. Ну занята она, ей сейчас не для меня. Зато Лео с Хеллскрим согласился сделать коллаб. Но мы пока не оговаривали детали и сроки. Но это точно будет какой-нибудь фолк металл с его вокалом. Будут ли обучалки и не планирую ли я делать стримы о том, как я записываю музыку? Я точно не собираюсь делать образовательный контент в будущем. Но если кто-то, кто уже делает стримы, позовет меня к себе гостем, то я, возможно, соглашусь. Ты понял меня, комнатный рыцарь? Я слежу за тобой. Как насчет бэкстейджей? Я вряд ли буду делать видео бэкстейджи, потому что съемочный процесс очень часто сопровождается довольно напряженной атмосферой. Также руганью и даже моим нытьем по поводу того, что ничего не получается, как было задумано. Но я выкладываю фото бэкстейджи на сайте Patreon для патронов, которые донатят каждый месяц 5 долларов и больше. Да, если что, я зареган на специальном сервисе, на котором меня можно финансово поддержать. Там специально для донатеров я опубликую дополнительные материалы, такие как сырые недоделанные версии треков, фотки съемочного процесса, а также выкладываю треки для скачивания в любом качестве – MP3, FLAG и WAV. Где я работаю и чем зарабатываю на жизнь? Работаю я походу свободным наемником, фрилансером. У меня никогда не было трудовой книжки, и я делал всякую мелочевую работу, связанную со звуком и музыкой. Так что если вам нужен человек для сведения музыки, написания аранжировок, минусовок, возможно для монтажа видео, то обращайтесь. Ну и теперь еще YouTube начал приносить деньги, а также появились спонсируемые видео. А еще я несколько лет сидел на студии и звукозаписи как администратор. Но моя работа там заключалась в использовании двух извилин для нажимания трех кнопок. Ну и еще мне в конце дня надо было все вырубить и повесить замок на дверь. Какой следующий перк я планирую взять? А следующий перк, который я хотел бы как можно скорее взять, это научиться наконец-то зарабатывать нормальные деньги. А не как сейчас. Как жить с музыкой и соседями? Соседи ни разу не жаловались и никогда не стучали по батареям. Ну и я не даю на это повода, потому что заканчиваю сессией записи до 10 вечера, а также стараюсь играть на самых громких инструментах в середине дня, когда все на работе. К тому же с двух сторон от меня живут глухие пенсионеры. А еще с двух курящие черти, которым я бы не только хотел мешать своей музыкой, но еще и выливать им на голову помой каждый раз, когда сигаретный дым залетает ко мне в окно. Было очень-очень много вопросов, когда же я сделаю тот или иной трек. Ребят, я не могу сделать сразу все, а хочется очень много. Понимаете, сделать кавер для ютуба вместе с видео, это не равноценно, как сделать сигну ручкой на листике за 10 секунд. Это занимает примерно 10-15 дней. Если вы подписаны на этот канал исключительно из-за того, что я где-то в комментах ответил, я бы это сделал, но не знаю когда. Да? Простите, но можете смело отписываться прямо сейчас. Потому что я могу это сделать через год, могу через 5 или через 10. У меня слишком много планов и желаний, и мне приходится жертвовать большей частью, откладывая эту часть на бесконечное потом. Играл ли я в те игры, из которых беру музыку? О, самый залайканный вопрос. Я играл почти во все игры, на которые делал каверы. А что за пару игр, в которые я все же не играл? Я не скажу, пускай это останется секретом. Когда у меня будет 100 тысяч подписчиков? 100 тысяч у меня не будет ни-как-да. Скриньте этот твит. Серьезно, я в это не верю. Будет ли что-то в другом формате, и что после кавера? Вы прямо сейчас смотрите видео, которое не является кавером. А кроме этого, вы можете посмотреть плейлист с моими оригинальными композициями. Но если помимо этого у вас есть какие-то идеи, что я еще могу интересного сделать, то делитесь этим в комментариях, и если ваша идея будет какой-то прямо гениальной, я попытаюсь воплотить ее в жизнь. Нет ли желания все бросить и начать что-то совершенно новое? Скажу по секрету. Как и у любого контент-мейкера, у меня пропадает всякое желание двигаться дальше, делать что-то новое, когда я начинаю чувствовать, что мои видео никому не нужны. Например, такой момент настал сейчас, потому что последние 4 месяца на канале идет черная полоса. Видео набирают очень мало, есть даже видеоролики, которые набрали по 2000 просмотров. И вот в такие моменты мне закрадывается такая мысль в голову, что, возможно, я занимаюсь чем-то не тем. Зачем, зачем, наследница морей, ты бросила родные берега? Скажи, как мог народ земли твоей найти в тебе врага? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok